Я курсантом второго года службы, в 1941 году, готовились к экзаменам. Нас на практику повезли аж в Харьковскую область. Есть такая станция Балаклея, вот, и в этом Балаклее был военный боеприпасный завод и арсенал. Орудий, ну, к арсеналу мы не касались, а нас привезли где-то 19 мая, ну, может быть, 22-го, 23-го туда. Там, в Ленинграде было еще зима, по существу, в марте месяце, а там уже была весна, примерно вот такая, как эта. Потому что мы удивились, что уже цвели это, он, как он называется, перед этим, перед домом. Сирень. Там мы должны были до июня месяца стажироваться, то есть на рабочих местах. И где-то в июне месяце, числа 10-го, или это чуть-чуть раньше, нас отозвали из практики Ленинграда. Приехали туда, на нас уже была пошита форма военная, офицерского состава. И, собственно говоря, мы должны давать были государственные экзамены где-то в сентябре, в июле, после этого самого, как августа. После августа месяца государственные экзамены, и вот должен быть выпуск, это самое. А этот самый начальник училища, бригадный комбриг, тогда генеральских званий таких простых не было, а он отзвание, отзанимаем должности, как комбриг, значит, это выстроил. И наш, так сказать, наше отделение, там 5, было специальности разных. И говорит, что вот мы вас это выпускаем без государственных экзаменов, но вы не будете сдавать их на месте, в частях. Вот. Это состоялось где-то 16 числа, июня месяца, еще за 5 дней до начала войны. Будённый подписал, будущим заместителем министра обороны, подписал приказ, вот, о присвоении военных званий. Я получил военные звания, военные дети, перед второго ранга, это, собственно говоря, лейтенант. Нормально два кубика, форма, и все такое. Но вы тогда уже понимали, что что-то начинается какое-то... Ничего не... Считали, что будет, ну, действительно, учеба будет, собственно говоря, в воинских частях. Но тогда были там, собственно говоря, эти самые... Временно проводилась мобилизация, и немцы, собственно говоря, как бы сказать, дискретировали Советский Союз, что подтягивает войска к границам. И Сталин приказал держаться войскам подальше от границы. В это время, где-то 16 числа июня месяца, нам, вот, вручили военную форму, одели по... это самое... И дали каждому отдельное направление в воинский округ. Вот, я попал в Орловский военный округ. Это в городе Орле тогда был военный округ, а потом в настоящее время Орле он-то Московского, так сказать, военного округа является. 19-го числа, за 3 дня я добрался, собственно, до округа. Вот там меня назначили в воинскую часть, которая находилась, собственно говоря, где-то по 10 километрах от... с Чорбского района сейчас Украины, а тогда Советского Союза. Вот. И... в этой воинской части, так сказать, мы должны служить. Вот. 19-го числа я... Это уже поездом из Орла вернулся в эту Клинцы. Вот это в Брянской области сейчас районный район. Это... Там была военная часть. И бригада со старейшими русскими, так сказать, вооружением гаубицы, пушки. Вот. Калибра 280 и 305 миллиметров. Я попал как раз в ту часть, которая 305 миллиметров. А 305 миллиметров... Собственно говоря, это самое расстояние, примерно вот такое. Вот. Снаряд такой весил. 340 килограмм. А бетонобойный наш... Это от... Английской пушки. Викарса. Вот. Он у них находился как... Это... Фугасный снабян. Вот. Это самое. Был... А Россия, каким-то образом, наверное, еще выкупала их. Где-то в 14-м году там это самое. И вот, значит, это самое. Мы прибыли там еще. Один попутчик у меня. Если это... Он не одноклассник, а, собственно говоря, по специальности такой же, как я, но только с другого подразделения. Вот. И мы вместе это... Стали искать квартиру. Ну, нашли там... Это договорились с хозяевами. Вот. А 22-го числа, значит, это... Это... Когда мы были в части, то они записали. Вот. Адрес, по какому будем жить. Значит, посыльной с противогазом. Это самое, приемника в доме не было. Мы не знали, что началась война. Говорить война. Вот. Это самое, часть сбора. Это самое, немедленное... Это самое, собирайтесь. Это сразу было в 4 часа утра тогда, когда объявили, или уже было? Это, вот, где-то, он часов 8, наверное, уже утра 22-го числа. Вот. Идем туда, и это самое, у меня смешная штука. Курсант сотник просит разрешения присутствовать. А я сейчас приклею. Сейчас, надо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.